здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у меня разбор вот этого вот узора из последней коллекции кучин или джемпер связан и бомбер и еще я видела когда ходила в этот магазин я думаю вы все видели это видео вот еще был кардиган там с капюшоном именно этим узором что хочу сказать что узор у нас я пощупав его там такое типа сваленного полотна там связано как бы не в том смысле что не повторительно потому что она полутрикотажное полотно не связано и именно трикотажное полотно и еще с элементами валяния это в моем понимании вот на ощупь это так такое производится впечатлением что я определила девчонки вот смотрите сразу схему за за скриньте вот там очень просто мы и вокруг да у кого уже пару лет болтаемся вокруг одного узора вот смотрите что у меня получилось кстати по вашим подсказкам не подсказали вот эту вот детскую пряжу я на нее даже внимание не обращала это у нас ализе бэби софти как бы детская пряжа но я ее на ощупь вообще шикар шикарная ну шикарная вообще бесподобно детская знаете детская здесь к цвет 115 вот метраж у нее в 50 граммах моточки по 50 граммов 115 метров это значит что 100 граммах 230 метров ну и я здесь вижу вот такой вот фокус я придумал значит резинка у меня связано в одну нить а основной узор в две нити чтобы приблизиться именно к величине вот этого узора как бы этих дырочек этой фактуры вот к оригиналу то есть благо вы знаете мне очень помогает то что я эту вещь видела как бы живую да и я ее потрогал руками и вот я могу воссоздать как бы максимально похожую текстуру и максимально похожий узор еще раз повторюсь это не нету ну как бы не совсем не сто процентов то что там есть но визуально это очень похоже и узор и фактура ну вот вот это вот пушистость вот буду ли я вязать я наверное буду но это будет немного попозже сегодня у нас узор по по моделям я ничего объяснять не буду здесь у нас стопроцентный микро поле эстер если я и буду вязать чуть ближе к лету чтобы это был как бы весенний бомбер да они зимняя вещь потому что из микро поле эстера зимняя вещь получится не может и так узор у нас совершенно нам известный простой и чуть-чуть с маленьким нюансом мы уже вязали кардиган от кучинели давайте я вот это уберу и мы с вами свяжем образец значит в том кардигане чуть-чуть я сейчас 2 2 ряда лицевыми петлями провяжу немного вам расскажу что в том узоре просто немного не так вяжется изнаночный ряд все остальное точно также и получается другая пряжа другая плотность и совершенно другой узор получается что по предварительному значит у нас раппорт состоит из четырех петель и четырех рядов вот здесь у меня на схеме на нарисовано 8 петель ну то есть два раппорта до так вроде бы все предварительно сказала и так весь узор число петель кратно 4 вот значит первый ряд две петли вместе с уклоном вправо вот так вот слева направо я вяжу там следующем ряду это как бы после резинки это начальный ряд он подготовительный вот так вот как бы там возможно будет по-другому я буду меня часе вам все как покажу два накида и две петли вместе лицевой с уклоном влево вот весь раппорт 4 петли снова повторяем 2 вместе лицевой с уклоном справа накид накид 2 вместе лицевой с уклоном влево снова 3 раппорт у меня здесь для образца 14 петель забыла сказать накид накид 2 петли вместе лицевой с уклоном влево и изнаночную так кромочная изнаночная второй ряд 1 изнаночная вот мы подходим к двум накидом 1 у нас провязывается лицевой 2 изнаночной далее 2 изнаночные лицевая изнаночная накиды провязывается лист 1 на лицевой 2 изнаночные 2 изнаночные лицевая изнаночную и изнаночную то есть тут мы в принципе это вяжем по узору ничего не считаем все изнаночными вот только 1 накид всегда лицевой третий ряд здесь у нас дырки расположены в шахматном порядке накид 1 2 2 вместе с уклоном влево 2 вместе с уклоном вправо накид накид 2 вместе с уклоном влево вот здесь вот мы влево теперь не поворачиваем это будет так всегда то есть первый ряд по-другому немного далее вот эти которые вправо мы поворачиваем и провязываем 2 вместе с уклоном вправо 2 накида то есть один с этого раппорт один со следующего 2 вместе с уклоном влево эти поворачиваем 2 вместе с уклоном вправо 2 накида 2 вместе с уклоном влево 2 вместе с уклоном вправо накид изнаночные а третий ряд четвертый ряд кромочная изнаночная 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 3 изнаночные 1 накид лицевой далее 3 изнаночные то есть опять же ничего не считаем просто провязываем 1 накид лицевой все остальные петли изнаночными 1 накид лицевой и теперь начинаем с первого ряда вот здесь вот смотрите здесь вот единственное что отличается от начала вязания это повороты да вот здесь мы те которые мы провязываем с уклоном вправо мы переворачиваем 2 накида 2 вместе с уклоном влево снова те которые вправо переворачиваем 2 вместе 2 накида 2 петли вместе с уклоном влево и так далее вот далее мы все вяжем как бы вот так вот именно те которые у нас поворачивается право вернее уклон справа мы их переворачиваем теперь смотрим что мы зачем мы следим для чего вот эти вот повороты чтобы у нас шла непрерывная вот одна лицевая вот так вот она волнами идет если мы не будем делать эти повороты то она будет такое как корявенькое хотя в этой пряжи я вам скажу она не очень-то и видно но все равно вот такие вот детали они все равно играют свою роль да вот вот видите она пошла это как бы лицевая вот в принципе все девчонки вот весь узор узор пряжа комбинация большой плотности малой плотности вот получается такой вот по итогу такой вот результат девчонки очень сегодня все я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока